Будут ли выдворять мужчин мобилизационного возраста из ЕС в Украину, что говорят в Брюсселе? В Европейском Союзе невозможно применение дифференцированного подхода к украинским беженцам на основании их пола, возраста или военнообязанности. Об этом заявила Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, сообщает новости Украина, со ссылкой на ее интервью Радио Свобода. Это невозможно согласно директиве о временной защите, документ, регулирующий статус украинских беженцев на территории ЕС, редакция, сообщила Еврокомиссар. На уточняющий вопрос, помог бы ЕС Украине вернуть ее мужчин призывного возраста из-за границы, Иоганссон отметила, что никого не будут выдворять с территории Евросоюза принудительно. Мы поддержим тех, кто хочет вернуться в Украину, и мы обсудим с украинскими властями и украинским правительством, как сделать это наилучшим образом. Мы никого не будем выбрасывать из ЕС, сказала Йоханссон. Украинские мужчины в ЕС. По оценке ООН, по состоянию на 19 августа 2024 года количество мигрантов из Украины в мире достигло 6,739 миллиона человек. Из них 6,168 миллиона беженцев зафиксировано в Европе и 0,571 миллиона беженцев за пределами Европы. По данным опроса агентства ООН, большинство составляют женщины, 78%, средний возраст респондентов составлял 46 лет. HTTPS, MiGov.io и вопрос о выдворении украинских мужчин мобилизационного возраста ставился как представителями украинской власти, так и европейскими чиновниками. В начале сентября посол Украины в Чехии Василий Зварич заявил, что Чехия не будет принудительно возвращать в Украину мужчин мобилизационного возраста. Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что его страна не поддерживает украинских мужчин, пытающихся укрыться от мобилизации в Украине, сидя за границей.